Сегодня наш эфир мы посвятим человеку, который вёл в России моду на кофе, создал регулярную армию и военно-морской флот, перенёс дату празднования Нового года, прорубил окно в Европу, основал Санкт-Петербург и стал первым российским императором. Петру Первому исполняется 350 лет со дня рождения, и мероприятия, посвящённые этому юбилею, проходят в течение всего этого года, но основные события происходят как раз в эти дни. Ну, наверное, можно сказать, что в основном имя Петра ассоциируется с Петербургом, что понятно. Но знаете ли вы, наши дорогие радиослушатели, что, например, в Москве порядка полутора сотен памятников, имеющих отношение к личности Петра Великого? А тем не менее, это действительно так, и, к слову сказать, скоро должен выйти первый том большой иллюстрированной энциклопедии, который будет посвящён памятникам в Москве, связанным с личной биографией императора. Ну, а мы с Маратом сделаем в нашей программе акцент на Коломенском. Прежде всего, потому что Коломенское занимает особое место в судьбе Петра, ведь с лёгкой руки Самарокова считалось, что он родился именно здесь. Хотя никакого официального подтверждения этому нет, и более того, место рождения императора неизвестно до сих пор. Ну, считается, что всё-таки Пётр в трёхлетнем возрасте впервые побывал в Коломенском. Конечно, всем, кто знает допетровскую, романовскую Россию, известно, что Коломенское, наряду с Преображенским, были такими дворцовыми, загородными резиденциями царя Алексея Михайловича, и поэтому царская семья здесь проводила время. Ну, надо вообще сказать, что Коломенское подготовилось к Петровскому юбилею основательно. В музее в конце мая открылась большая выставка Пётр I «Мифы и легенды». Вот это, кстати, то, о чём я в подводке на это намекнула. Это то, как раз о чём, да, что легенд и мифов не меньше, чем историческая правда, хотя, казалось бы, Пётр изучен, его биографии изучены детально, досконально, но нельзя сказать, что он человек совсем уж нового времени, он переходный, он это новое время как раз в России определяет, и тем не менее биография исторической персоны столь масштабной конца 17-го, начала 18-го века, она, конечно, изучена хорошо. И тем не менее легенд, вот даже начиная с места рождения, Кремлёвское оно всё-таки или Коломенское, они дискутируются. Я, кстати, хочу сказать, что вот выставки, о которой вы упомянули, она такая, мне кажется, одна из таких крупнейших, да, выставочных и музейных проектов в столице, которые можно посетить в эти дни, и вот как раз в первом разделе, и рассказываются вот эти все легенды, связанные с рождением Петра Алексеевича. Там даже представлена колыбель, рядом с ним книга, всё то, что свидетельствует о связи Петра с Коломенским. Но музейщики, Полина, сразу скажем, специалисты, историки, искусствоведы, профессионалы, и поэтому, конечно, всё, где и датировка, и какое-либо происхождение предмета вызывает вопросы, везде это указывается. Скажем, с той же колыбелью, говорят музейщики, согласно преданию. То есть с Петром всё здесь очень честно. Здесь надо вообще сказать, что выставка, конечно, на Петровский юбилей стоит идти тогда, когда родился Пётр Алексеевич, то есть летом и в Коломенском летний период, это особое время, но выставка будет продолжаться до 9 октября, поэтому есть время в любой сезон посетить Коломенское и приобщиться к биографии русского царя и первого императора. Да, вот это же тоже известная история о подмене. Царя там тоже об этом рассказывают и развенчивают и современные мифы, которые тоже возникают, иногда даже абсурдные. А иногда и в общем такие, которые имеют под собой некие основания, скажем, существует такая очень красивая легенда, что Пётр всё-таки побывал в Венеции, куда он в ходе Великого посольства стремился, но бунт стрельцов ему не довелось. Согласно официальной, да, такой исторической версии побывать в Венеции, а считается, а если да кабы, историческое такое наклонение, которое историческая наука не приемлет, а вот если бы Пётр побывал в Венеции, то тогда бы он пригласил очень много итальянских мастеров, и, может быть, архитектура Петербурга и других городов была бы не такая вот северонемецкая или голландская, да, вот в большей степени итальянская, хотя Трезини, например, он был по сути итальянцем, хоть и швейцарцем. Но, тем не менее, это не мешает Петербург называть Северной Венецией. Северной Венецией. Вот это всё на большой выставке, где много разных сюжетов, посвящённых Петру, можно узнать. Здесь вообще надо сказать, что помимо выставки, Коломенска, конечно, всегда рассказывает о Петре. Дело всё в том, что именно в пространстве музея-заповедника Коломенска сохранился домик Петра. Это единственный в Москве мемориальный музей, посвящённый царю-реформатору. И домик этот совсем не московский. Надо вообще сказать, что по Коломенскому хорошо гулять с неким там навигатором, вообще с какой-либо экскурсионной программой, поскольку так много объектов на территории музея-заповедника, и не всегда понятна их датировка, происхождение, вот как раз к вопросу о мифах. Надо всё знать для того, чтобы вы из Коломенского вернулись не только с разных ярмарок, которые там проходят, но именно наполненные историческими знаниями. Вот мне, например, не всегда это удавалось делать, всегда какие-то были сложности с тем, чтобы понимать, что за объект. Но теперь, когда навигация в музее-заповеднике Коломенска стал безупречной, об этом, обо всём рассказывается. Допустим, тот же домик Петра, он совсем не московский, как мы сказали уже, он северо-русский. Вообще надо вспомнить имя, конечно, Барановского, Петра Барановского. Мы о нём неоднократно упоминали в культурных путешествиях. Личность масштабная, сохранитель многих, особенно деревянных объектов, да и не только деревянных, многих храмов, и в то же время разные к нему отношения. Кстати, с домиком Петра там ведь тоже была такая серьёзная, даже не дискуссия, а спор большой относительно того. Надо ли его переносить. А надо ли, да, вот, например, были мнения, и они, в общем-то, справедливые в чём-то о том, что вот идея Барановского о спасении деревянного зодчества, происходившая на русском севере, причём не только в 30-е годы, когда сносились храмы, уничтожались, но и в 60-е, 70-е, когда ликвидировались так называемые неперспективные деревни. И Барановский пытался, скажем, в Коломенской перевести что-то. А многие говорили, это ландшафт, дерево и русская природа – это взаимосвязанные категории. Да, и если перенесёте на другое место, это будет уже не то, и не так, и незачем. И не там, и не там, да. И поэтому много у него было противников. Личность, в общем-то, неоднозначная, спорная, конечно, выдающаяся. И вот всё-таки, если говорить о его заслугах, неоспоримых, то домик Петра, он спас из устья Северной Двины, где он был построен в 1702 году для Петра, он там два летних месяца, кстати, пожил. Да, он наблюдал за постройкой Новодвинской крепости, и вот домик потом уже был перенесён в саму крепость, его там несколько раз перестраивали, а в 1877 году этот домик оказался в Архангельске. Собственно, ветшал, да, и могли бы мы его потерять, Барановский перенёс его в 1934 году в Коломенское.